Сегодня в Центре Изучения Торы начинается новый цикл. Сегодня у нас первая недельная глава Торы. Она называется «Берешит», так же, как и первая книга Торы, книга Бытие. И эта недельная глава начинается в самом начале. Берешит 1.1, первая глава, первый стих, и заканчивается восьмым стихом шестой главы книги Бытие. Бытие 1.1-6.8. Сегодня я приглашаю вас задуматься о повествовании о сотворении человека. Если Тора у вас с собой, откройте, пожалуйста, на первой главе книги Берешит. Первая глава, и нам понадобится там повествование о том, каким образом появился на земле человек. В целом, сравнивая первую главу и вторую главу книги Бытие, многие исследователи и верующие в Бога и неверующие в Него отмечали ряд вопросов о соотношении этих двух повествований. Вроде бы, с первого стиха вначале сотворил Бог небо и землю, и до последнего, и все было хорошо весьма. В первой главе книги Бытие все, что нужно было сотворить, уже сотворено. Описание всего процесса творения представлено и завершено. Но вдруг, когда мы открываем вторую главу, мы обнаруживаем, что многое еще не сотворено. И полевой кустарник, и человека нету, а у человека помощницы нету. Многое вдруг всплывает в повествовании второй главы книги Бытие. И создается такое впечатление, что один раз Бог уже все сотворил, и вдруг теперь во второй главе снова творит. Главный вопрос, который задавали исследователи издревле, сводится к следующему. Каково соотношение этих двух историй? Зачем нужны две истории о сотворении? В том числе, две истории о сотворении человека. Вот об этом наша с вами тема сегодня. Два Адама, два человека, два повествования о сотворении. В первую очередь, давайте удостоверимся в том, что описание этих двух сотворений разнится. Разница. Американский раввин, Йосеф Соловейчик, в своей работе «Одинокий верующий человек» отмечает четыре пункта отличия между первым и вторым Адамом. Вот они. Первый. Относительно первого Адама говорится, что он создан по образу и подобию Божию. По крайней мере, сказано «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Это 26 стих 1 главы. Читаем. Бытие 1 глава, 26-27 стих. И сказал Бог «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В первой главе человек сотворен по образу Божию. Во второй главе, я цитирую дальше, комментарий Соловичика, относительно второго Адама сообщается, что он творится из праха земного, и что Всевышний вдыхает в него дыхание жизни. Но ничего не говорится, что по образу Божию творится человек. Просто Иисус дал Господь человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни. Говорит, седьмой стих второй главы книги Бытие. Бытие 2.7. Берешит 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Первый – образ Божий, второй – живая душа из грязи, из земли, из глины. Первое отличие. Второе. Первому Адаму повелевается «Наполняйте землю и овладейте ею». То есть он представлен как владыка земли. Читаем об этом в 28 стихе первой главы книги Бытие. Берешит 1.28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Человек, сотворение которого описано в первой главе, наделен высочайшим статусом. Образ Божий – владыка всего на земле. А что дано во владении человеку второй главы? Равин пишет. Второму повелевается возделывать и охранять сад. Возделывать и охранять сад. Написано в 15 стихе второй главы книги Берешит так. Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть, если здесь масштабы «вся земля» в первой главе, то во второй главе говорится «сад». Сад находится в земле. Какой? Сад Эдемский находится в земле на востоке и в каком-то месте земли, на какой-то ограниченной территории владений человека. Это второе отличие, которое бросается в глаза. Третье, отмечаемое Равином, таково. Первый Адам творится одновременно мужчиной и женщиной. Сказано, мы читали уже в 26 стихе, «Сотворим человека» – единственное число. «По образу нашему, по подобию нашему» – Берешит 1.26. «И довладычествуют они» – множественное число. То есть, человек равно «они». И говорится, что когда Бог сотворил человека, то Он сотворил мужчину и женщину. Так? В шестой день, согласно Писанию первой главы, сразу двое появляется. Однако, как далее пишет исследователь, «Второй Адам сотворен мужчиной, от которого женщина производится вторично. Из его естества Господь творит ему Еву». И это, естественно, тоже описано во второй главе книги «Бытие», в стихах с 18 по 22. Берешит 2.18-22. «И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, 21 стих, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Это третье отличие. Повторим, первый Адам творится одновременно мужчиной и женщиной, второй – мужчиной, от которого женщина производится вторично, по мнению исследователя. И, наконец, четвертое различие, которое упоминается в этом труде «Одинокий верующий человек». Первый Адам связан с одним именем – Бог. Второй – с двумя именами – Господь Бог. Посмотрим, как это отражено в тексте. И снова возвращаемся к 26 стиху первой главы. Сказано «И сказал Бог». В подлиннике «Элогим». Имя «Элогим». А когда уже описывается творение второго Адама, или же во время второго описания творения Адама, во второй главе в седьмом стихе сказано «И создал Господь Бог». В подлиннике «Яхве» – «Элогим». Два имени. Повторю, первый Адам связан с одним именем – Бог, второй – с двумя именами – Господь Бог. Исследователи отмечают и ряд иных различий в повествовании о сотворении в первой главе и второй главе, если сравнивать их в целом. Но вот касательно способа описания появления человека, вот это четыре главных различия. И, соответственно, появляется вопрос «Какой?» Как эти различия объяснить? Почему они присутствуют? В чем их смысл? О чем они свидетельствуют? Какой урок для нас содержат? Перечислим некоторые распространенные в современном богословии, в разных его направлениях, но неверные взгляды на эту тему. Первый. Первый. Критики Библии заявляют о том, что это примеры противоречия в библейском повествовании. Критическая школа, которая отрицает Бога, отрицает сверхъестественное, отрицает богодухновенность, показывает на это, как на пример несоответствия, несогласия, противоречий в Библии. В эпоху Советского Союза нас с такими противоречиями довольно основательно познакомили специалисты атеистической школы. Так вот, логика звучит так. Если уже человек сотворен и сотворен вот таким образом, то второе описание, которое не совпадает с первым, является противоречием, а значит Библия это просто книга-легенд древних еврейских пастухов. В ней ничего нету божественного, поскольку она не точна. Первый вывод. Противоречия в библейском повествовании. Второй вывод. Исследователи, многие из которых разделяют постулат реальности Бога и веры в Него, предложили так называемую теорию источников. Теория источников заключается в том, что текст Торы, он изначально существовал в четырех разных традициях, а потом уже после возвращения из Вавилонского плена под руководством Эзры и так далее, весь этот текст был унифицирован, соединен вместе, все четыре источника слились воедино, и то, что у нас сегодня называется Тора, это отредактированный вариант разных традиций из разных мест в истории израильского народа. И потому-то, говорят они, в первой главе Бога называют Элогим, а начиная с четвертого стиха второй главы Бога называют уже Яхвы. Это разные боги, говорят они, просто одно племя верило в Элогим, а другое племя верило в Яхвы, а потом, когда вот народ консолидировался и стал жить вместе, то они попытались все это вместе слепить, но неудачно, потому что мы, специалисты, народ грамотно образованный, можем видеть следы вот этих разных школ, этих разных традиций. И вот эта теория источников, она в свое время была очень популярна и преподавалась как стандарт по богословию во многих христианских учебных заведениях. И, в частности, в иудаизме также реформированное направление иудаизма признает теорию источников, считая, что на самом деле просто были разные традиции, которые потом были совмещены вместе. Не может быть, чтобы одного и того же Бога называли разными именами. Вот такой делается вывод. Итак, разные источники. Один элохист, так его называют, и второй яхвист, разные имена, и вот эти источники были соединены. Третий неверный взгляд, который я кратко отмечу, сегодня заключается в следующем. Его сторонники – это люди верующие. И в иудаизме, и в христианстве вы найдете эти взгляды, а именно описывается две разных человеческих расы. Две разных расы. То есть, на земле были сыны человеческие и были сыны Божьи. Ибо один был из земли, как я сказал, уже из грязи, из глины сделан, а другой был по образу Божий. И вот они на протяжении истории Земли в разной степени взаимодействия друг с другом жили, работали, писали и так далее. Есть сыны человеческие, есть сыны Божьи. Как вы знаете, и можете оценить, те, кто знаком с текстом Торы, что такие термины в действительности встречаются. И вот им усваивается вот такое вот значение, что это просто разные расы. Для разных целей Бог сотворил разные расы человеческих существ. Вот такой делается вывод. И эта теория также имеет определенный вес в разных кругах. Разные Адамы. Это две разных истории, потому что было два разных события. И, соответственно, две разных человеческих расы здесь описаны. Ни первая, ни вторая, ни третья не отражают истину. Ни первая, ни вторая, ни третья не могут быть приняты как действительность. И не в состоянии ответить на вопрос о том, почему Бог дал в Торе два описания. У нас нет времени для того, чтобы провергать каждую из них по отдельности. Я думаю, походу, многое станет понятно само собою. Но, а сейчас давайте удостоверимся в первую очередь, что это одна история. Это две записи одной и той же истории. Вот что пишет на эту тему Равин Арьебарац. Он говорит, два описания сотворения человека значительно отличаются друг от друга. Не критиками Писания обнаружено это различие. То есть, не критики впервые на это обратили внимание и выставили это в качестве проблемы. Не они. Оно, это различие, было известно нашим мудрецам. И далее цитируется, точнее, идет ссылка на Брахот, раздел Мишны, и Кетубот, раздел Талмода. То есть, древнейшие документы иудаизма, Мишна известна еще во II веке до нашей эры, стала записываться уже во II-III веке нашей эры, известнейшие древнейшие документы иудаизма уже эту проблему обозначают и уже дают ответ на вопрос о причинах. Соответственно, дальше продолжает Равин, объяснений следует искать не в якобы существующей двойственности, традиции и так далее. А в чем? Ключевым стихом для нас здесь является 4 стих 2 главы. Бытие 2 глава 4 стих. Давайте прочитаем. По синодальному переводу звучит так. Берешит 2.4. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Еще раз вчитаемся. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. Что это означает? Когда Бог творил, во время сотворения неба и земли, было вот что. То есть не после сотворения, а в процессе, во время творения. Еще раз. В то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Вот что тогда имело место. Предложу еще один перевод. Перевод Санчина. Говорит, вот происхождение неба и земли при сотворении их во время созидания Богом Всесильным земли и неба. 4 стих рассказывает нам о том, что же будет идти дальше. Чего нам ожидать во второй главе? Чего? Нам нужно ожидать описание того, что происходило, когда Бог творил небо и землю. Когда Бог сотворил в течение шести дней все, что описано в первой главе книги Бытие, то помимо описанного кое-что еще происходило. И вот что происходило, когда Бог творил в течение шести дней. То есть смысл второго повествования заключается в следующем. Комментарий Санчина говорит, эта глава не является повторением описания творения. В ней не рассказывается ни о возникновении суши, ни о происхождении морей, солнца, луны или звезд. Как бы под увеличительным стеклом рассмотрено в ней то, что осталось незамеченным при описании общей картины творения. То, что происходит с человеком в первые часы его существования. Очень хорошая аналогия. Вторая глава – это увеличительное стекло к тому процессу творения, который уже описан. И она преимущественно посвящена тому, что происходило в шестой день. А именно, что произошло с человеком. Как Бог именно творил человека. И мы поймем, почему именно так Всевышний разместил материал. Как пишет Раши, здесь сообщается тебе, он цитирует 26 и 27 стих 1 главы, где говорится, сотворим человека, и сотворил Бог человека. Здесь сообщается тебе, что оба они сотворены в шестой день, но не объясняется, как они были сотворены. Это разъясняется тебе в другом месте. Итак, чтобы сказать, что перед нами противоречие, нужно, чтобы Бог сказал, Бог сотворил Адама, Еву и Лилит с первой главе, а во второй главе сказал бы, Бог сотворил только Адама и Еву. Вот это было бы противоречие. Но Бог так не говорит. Бог, говорит, сотворил Адама и Еву, упоминая просто факт. А во второй главе рассказывает, под увеличительным стеклом, каким именно образом этот процесс творения имел место. Итак, если относиться к определениям строго и подходить к этому предмету точно, без допусков и без ненужных обобщений и непростительных обобщений, когда речь идет о серьезном вопросе, то тогда перед нами простой рассказ и детализированный рассказ. Простое повествование и детальное повествование. Посмотрим, как на этот вопрос смотрели авторы апостольских писаний. Посмотрим на отрывочек из Евангелия от Матфея, 19 главы, стихи с 3 по 6. Матфея, 19 глава, стихи с 3 по 6. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью?» Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В разговоре со своими оппонентами Ишоа вспоминает историю сотворения именно человека. И то, что он делает в своем ответе, весьма удивительно. Вот что происходит. В своем рассказе о творении Ишоа цитирует Тору. Он говорит, «Не читали ли вы?» Так, соответственно, дальше пойдет читата. «Не читали ли вы?» Кавычки открываются. И что сказано? «Мужчина, сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их». Вот как это звучит в подлиннике на греческом языке по Матфею. Вот эта фраза «Арсен, кайтюлы, эпоэсен, аутус» – «мужчину и женщину сотворил их». Оказывается, это дословная цитата из Септуагенты, греческого перевода Торы. Слово в слово. В греческом переводе пятикнижия, которым пользовались тогда, во времена Ишоа, стоят вот именно эти слова. «Арсен, кайтюлы, эпоэсен, аутус». То есть, Бог цитирует здесь. Ишоа цитирует здесь откуда? Давайте найдем. Какое место он цитирует? Оказывается, Бытие 1.27. Бытие 1.27, где сказано «мужчину и женщину сотворил их». Это цитата. То есть, Ишоа цитирует конец 27 стиха, который описывает шестой день творения. И дальше делает следующее. «И сказал», говорит он. То есть, Бог сотворил их и сказал. И сказал что? «Ишоа» цитируется 24 стих 2 главы книги Бытия. 24 стих 2, где сказано «оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одноплоть». То есть, в повествовании Евангелии мы находим, что рассказывая о самом начале, Ишоа, рассказывая о сотворении человека, соединяет две цитаты вместе. «Бог сотворил мужчину и женщину Бытие 1.27 и сказал им, вот тем, кого сотворил Бытие 2.24, оставить человека отца и мать свою». То есть, иными словами, тем мужчине и женщине, которых Бог сотворил согласно первой главе, Он произнес благословение, записанное во второй главе. Иисус соединяет первую и вторую главы книги Бытия. Он считает их описанием одной супружеской пары. И для христиан это серьезнейший аргумент. В мировоззрении Ишоа это описание того же самого исторического процесса. Это один Адам, одна супружеская пара, один человеческий род, от одной крови Он произвел весь род человеческий и так далее. Нету ни противоречия, нету ни разных источников, нет описания двух человеческих рас. Это единое, единое повествование. Итак, мы с вами ответили на главный вопрос в сегодняшнем исследовании, как соотносятся эти две картины. Повторим. Первое, краткий рассказ. Второе, детали о том, что происходило во время шестого дня творения. Вначале упоминание факта сотворения Адама и Евы, затем рассказ о том, каким образом это произошло. И Тора, и Евангелие в своем комментарии на этот вопрос едины. Ну, а теперь немножечко о причине, почему Всевышний именно так материал разместил. Нельзя ли было сразу все рассказать в рамках одного повествования? Мужчину и женщину сотворил их так, двоеточие. И рассказ. Я приведу только некоторые очень важные элементы значения этих различий, которые в основном сосредоточены вокруг использования Божьих имен. В первой главе, от книги «Бытие» первого стиха первой главы и до конца повествования используется имя «Элогим». Что это такое? Исследователь, комментатор Гюнтер Плаут говорит, «Элогим» – Бог является общим термином для обозначения божественного начала, наиболее часто встречающимся в Библии. «Элогим» означает «божество». «Божество» – это общее имя для божества. Комментарий Санчина пишет, «Имя «Элогим» встречается в тех случаях, когда Всевышний представлен как тот, кто управляет миром через материальные силы, которые полностью подчинены Ему». То есть, «Элогим» представлен как всесильный, так его иногда переводят на русский язык, как тот, который сотворил все, как Бог-творец, и материальные силы в этом мире Ему подчинены. Он правитель мира, Он управляет миром, Он первоисточник мира. «Элогим». Это имя является обозначением того, что в богословии и в философии называется термином «трансцендентный». «Трансцендентный» – что-то такое. Иллюстрированный энциклопедический словарь. «Трансцендентный» – это запредельный по отношению к какой-либо определенной сфере, к миру в целом. Одно из центральных понятий ряда философских течений – характеристика Абсолюта, превосходящего всякое бытие. В теологических учениях синоним потусторонности Бога. То есть, в начале был только Бог, и ничего кроме Бога не было. Когда Бог начал творить, Он сотворил мир, который возник из ничего, мир, который был отделен от Него. Бог безначальный, бесконечный, всеведущий, Бог всесильный и так далее. А мир ограниченный, начальный, конечный и отделен от Бога. Бог и мир разделены. Это понятие Элогима. Элогим – могущественный творец. Первая причина, первый источник всего. Он удален, он иной. Он потусторонний по отношению к миру. И когда описывается творение с использованием этого имени Бога, тогда оно выстроено очень просто и без деталей. Что Бог сделал? Вот это, вот это, вот это, вот это. То есть, дан общий план творения. Рассказывается о том, как все и за какой срок было сотворено. Но дальше, когда Бог теперь говорит, а теперь я расскажу, что же происходило тогда, когда Бог творил небо и землю, и когда вторая глава посвящена человеку, как он был сотворен. И что происходило в результате, тогда Бог переходит к использованию другого имени. Это имя Яхвы или Иегова. Вот, что пишет комментарий Санчина касательно значения этого имени. Четыре буквы, то есть, Юд, Гей, Вав, Гей. Четыре буквы, тетраграмматон. Представляют собой наложение друг на друга трех слов. Был, есть и будет. Таким образом, тетраграмматон указывает на извечное, непрерывающееся, независимое ни от кого существование. Любой перевод четверобуквенного имени на другой язык может рассматриваться только как приблизительное разъяснение смысла слова. Иногда в литературе данное имя Всевышнего переводится как предвечное. Это с точки зрения этимологии. Тот, кто был, тот, кто есть и тот, кто будет. В русском переводе используется какое слово иногда? Сущий. Как существующий, то есть, вечно пребывающий. Теперь, библейская энциклопедия говорит об этом имени так. Сущий, одно из имен Божьих, великое и святое, означающий самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия, имя того, который был, есть и будет. Вот здесь еще одна грань высвечивается. Что для нас будет значить, что Бог не изменяется? Что для нас будет значить, что Бог остается всегда одним, таким же? Давайте прочитаем еще один комментарий. Это поможет нам ответить. Раши пишет. Я назван именем Господь предвечный, и это означает верен в исполнении обещаний. Верен в исполнении обещаний. Бог дает обещание Аврааму и говорит, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и будут угнетать их, и поработят их, и так далее, и так далее. Но потом произойдет то-то, то-то и то-то. И, несмотря на то, что 400 лет проходит, 400 лет, точно в срок Бог вспоминает свой завет и исполняет свое обетование, и выводит народ с большим имуществом. Им сказано, всю самую ночь вывел Господь Бог сынов Израилев и земли Египта. Всю самую ночь. Именно тогда, когда он дал Аврааму обетование, он тогда его ровно указанное количество лет спустя исполняет. Вот что значит Яхва. Яхва означает Бог личностный, тот, который вступает во взаимоотношения, тот, который дает обетование, который что-то обещает, и поскольку он неизменный, то хоть бы прошло много-много-много сотен лет, ничего в Божьем Слове не поменяется. Бог свое Слово исполнит. Читаю вновь Раши. Я назван именем Господь предвечный, что означает верен в исполнении обещаний. И потому имя Яхве считается именем Завета. Завет – это договор, это взаимоотношения, это взаимодействие человека с Богом. И это Бог доступный, Бог, разговаривающий с человеком, Бог, отвечающий на молитвы, Бог, который ведет человека, который верен своему Слову и так далее. И термин, который используется здесь, в отличие от трансцендентного Бога, это термин имманентный. Имманентный. Термин латинский, естественно, означает пребывающий внутри. Пребывающий внутри. Трансцендентный – это потусторонний, за пределами. Бог и на Родина, Вселенной, которую Он создал, она есть нечто иное, чем Бог. Однако имманентный Бог, Он входит во Вселенную, входит во время, входит в материю, входит в пространство и общается со своими созданными творениями. Он живет в истории, Бог живет во времени. И это раскрывает совершенно иную грань Божьих взаимоотношений. Посмотрите, как описывается сотворение человека в контексте имени Яхве. Седьмой стих второй главы книги Берешит, Бытие 2.7. И создал Господь Бог человека из праха земного. Что будет это означать? Как этот процесс происходил? Что значит создал? Чем создал? Каким образом создал? Послушайте перевод Гирша. Бог вылепил человека. Подлинненький глагол «Я цар» – это термин, описывающий работу горшечника, скульптора. Бог вылепил человека праха земли, вдохнул ему ноздри, у нас в синодальном переводе сказано куда? Вдунул в лицо его дыхание жизни. То есть, можно представить себе, так вот, вдохнул, как бы на расстоянии. А подлинник говорит, что соответствует переводу Гирша, и вдохнул ему в ноздри дыхание жизни. Какое расстояние здесь? Да. Каким образом можно в ноздри вдохнуть? Подумайте. То есть, Бог здесь представлен, как лично, непосредственно, своими перстами, создающий, как скульптор, как художник, как горшечник и так далее, создающий, вылепливающий этого человека, и затем, приблизившись к нему, Мудрецы используют термин «поцелуй Всевышнего», когда описывается сотворение. Приблизившись к Адаму, он передал ему жизнь свою, вдохнул в ноздри его дыхание жизни. Это Бог близкий, настолько реальный, что к нему как будто бы можно прикоснуться. Это Бог, который творит женщину не просто словом, и сказал Бог «создадим» и создал. Хотя первое верно, но нет, Бог раскрывает плоть Адама, извлекает ребро, создает, в оригинале выстраивает. Используется глагол «строить» в подлиннике. Он дословно построил ему женщину из этого ребра. То есть, Он лично, как мастер, как строитель в данном случае, Он своими руками создает человека. Причина, по которой используется здесь имя Яхва, заключается в том, чтобы показать как раз вот эту грань Бога. Бог имманентен, Он близок, Он лично общается и личные взаимоотношения устраивает. И Он, что очень важно, вступает с Адамом в завет. Вступает с Адамом в завет. В книге Осии об этом написано. Они же, подобно Адаму, сказано, нарушили завет. То есть, первый завет был заключен с Адамом. Вот почему имя Яхва используется. Это имя завета. Бог договор заключает, Бог вступает в отношения. Итак, чему учат нас сравнение первой и второй главы книги «Бытие»? Здесь сокрыто очень много уроков, на которые нам не хватило бы многих-многих вечеров. Но один очень важный вывод сегодня, я надеюсь, прозвучал ясно и понятно. Бог, являясь абсолютом, являясь запредельным, потусторонним существом, очень удаленным от нас по всем параметрам, какие бы мы ни сравнивали, какие бы мы ни брали, вместе с тем, в то же самое время, очень близок к нам, общается с нами, в отношения с нами входит, завет с нами заключает, прикасается к нам. И это очень ярко отражено в 112-м Псалме. Прочитаем 112-й Псалом, все стихи в нем. «Аллилуйя! Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек, от восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне, высоко над всеми народами Господь, над небесами слава Его! Кто, как Господь Бог наш, Который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его, неплодную, вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Кто, как Господь наш!» Аллилуйя! Вот такой Бог наш, Он представлен уже с самого начала, и это чрезвычайно важно. Фактом является объективная реальность различий между нами и Богом. Но Бог хочет, чтобы мы с самого начала знали, что этот всемогущий, вселенский, трансцендентный Бог очень близок, когда бы мы не призвали Его. Он, обитая на высоте, живет одновременно с нами, и Он в нашей жизни участвует. Бог Торы – это не Бог философов, не Бог деизма, не Бог платонизма, не Бог всевозможных иных философских и религиозных учений, которые не дают ничего конкретного и никакой надежды. Бог Библии, Бог Торы – это Бог реальный, великий и вместе с тем очень и очень близкий. Потому одно слово только в завершении можно снова повторить. Какое? Аллилуйя! Слава за такого Бога! Аминь! Слава за этого! Слава. Слава за поширисовяйт